Здравствуйте! В эфире информационное агентство Камчатка и главные новости вторника, 30 июня. Завтра в России основной день голосования по вопросам поправок Конституции. 1 июля в стране объявлен выходным днём. В этом году проголосовать можно как на самих избирательных участках, так и на придомовых территориях. Это сделали для того, чтобы не собирать сразу много людей в помещении. К моменту закрытия участков 29 июня участие в общероссийском голосовании на Камчатке уже приняли более 60 тысяч человек. Это четвёртая часть от всего списочного состава. Напомним, в Камчатском крае продолжают работать 179 постоянных избирательных участков. Голосование завтра будет идти с 8 утра до 8 вечера. Мы живём, это естественный процесс. Жизнь меняется и, соответственно, должны меняться те законы, по которым мы живём. И появились новые вызовы. У государства появились новые возможности. У общества появились новые потребности, которые необходимо, ну, разумные потребности удовлетворять. И я думаю, что новые поправки в Конституцию позволят сформировать и какие-то новые законодательные акты на основе основного закона. Я как человек уже очень взрослый. Я считаю, что для меня вот лично голосование в Конституцию – это большое событие. Мне нравится стабильность во власти последние 20 лет. И, принимая поправки, лично я голосую за уверенность в стабильном экономическом развитии нашей страны. Во-первых, я побывал, зашёл на сайт, внимательно почитал, ну, почти всё читал очень долго. Мне очень импонируют семейные ценности и то, что целостность территории. Многие положения, их должны были сделать ещё очень-очень давно. Но, к счастью, это происходит именно сейчас. Это здорово. Накануне Дня Камчатского края, который отмечается 1 июля, в региональном правительстве прошло вручение государственных наград и высших знаков отличия, а также торжественное присвоение звания «Почётный житель Камчатского края». За Дня образования Единого региона из Камчатской области Коррекского автономного округа прошло 13 лет. Традиции коренных народов, наши исторические корни должны быть поддержаны и сохранены. И для меня эта тема является, безусловно, приоритетной. Есть множество вопросов, которые волнуют жителей северных районов, коренные народы Камчатского края. Это и рыболовство, и организация охоты, и сбор дикоросов, и вопросы, связанные с культурой, проведением праздников и мероприятий. Это функционирует в наших замечательных ансамблеях. И в связи с этим я не могу не отметить, что абсолютно не случайен выбор почётного звания, почётный гражданин Камчатского края, который сегодня будет вручаться Марку Арнольдовичу Нюмину, вложившему огромные силы в эти годы именно в развитие культуры и продвижение её далеко за пределами Камчатского края. Звание «Почётный житель Камчатского края» было присвоено Марку Нюману за личные особо значимые заслуги в сохранении и пропаганде культуры и искусства коренных малочисленных народов Севера, большой личный вклад в формирование положительного имиджа Камчатского края. Сам Марк Арнольдович не считает себя достойным этого звания. Для него это просто дело, которым он занимается уже 60 лет. Я могу только гордиться теми людьми, которых я уже набирал, которые со мной танцуют уже некоторые уже пенсионеры, тех, кого я приглашал в ансамбль. Работают в Менго все местные люди. Один я. Непонятно откуда. Вот. Есть чем гордиться. Ремонт фельдшерского пункта, нового медика и автозаправку ждут жители села Пущино Мильковского района. Недавно в рамках рабочей поездки там побывал в Рио губернатора Камчатского края Владимир Солодов. О какой помощи сельчане просили главу региона, расскажем в сюжете. Фельдшерский пункт в Пущино пустует уже три года. Медик, который приезжает из Шаром, принимает в здание администрации. А выделенное помещение потихоньку разбирают местные жители. О том, что в себе нужен специалист, главе региона рассказала местная жительница. Во время программы проймой разговор. Чтобы понять, как обстоят дела, Владимир Солодов приехал в Пущино лично. Мы решаем. Вот, вызываемся. Приехал, овечек, овечек кто-то, так сказать, скулил. Она разобрала. Да. Раньше в Мильковские села при необходимости выезжали врачи из районной больницы. Вот и сейчас жители Пущино ждут специалиста с высшим образованием. Скорее всего, в режиме по расписанию будет приезжать фельдшер с лекарствами, чтобы можно было обеспечивать и процедуру провести. Конечно, отдельного фельдшера сложно найти, потому что очень мало пациентов. И, в общем, потока нет. И, наверное, в этом и смысла нет. Но квалифицированный врач, который будет по графику приезжать, точно нужен, точно в этом направлении будем работать. Соответственно, по лечению я уже дал. В ходе поездки Владимир Солодов отметил, что Пущино, население которого меньше ста человек, благоустроено. И у села есть все шансы, чтобы стать опорной точкой для тех туристов, которые направляются в сторону села Эсса или Ключевской группы вулканов. У села большая перспектива, я уверен. Мы делаем ставку на развитие туризма. Мы видим, что дорога практически завершена, асфальтовая до Мильково. А это значит, что туристический поток будет возрастать кратно. А где есть поток, там есть и жизнь, там есть деньги, там есть сервис. И уверен, что село Пущино будет опорной точкой на туристическом маршруте. Из Петропавловска-Мильково, дальше Быстринский район или Ключи. И с этим будет связана основная перспектива его развития. Пущино – одно из старейших сел на полуострове. Ему уже 230 лет. И подобные населенные пункты важны для Камчатки, для сохранения ее истории и уважения к тем людям, которые любят свою малую родину. Александр Галдин, Дмитрий Былков, информационное агентство Камчатка. Реконструкция Мильковской дороги закончится в следующем году. Дополнительные средства, которые должны были поступить в 2021-м, Камчатка получит досрочно. Более миллиарда рублей из федерального бюджета будут направлены на асфальтирование. Сейчас на трассе, которая ведет в село Мильково, осталось 28 километров грунтовки. Дорожные рабочие занимаются отсыпкой дорожной подушки. Последний участок реконструированной трассы сдадут в 2021 году. Стройка идет очень быстрыми темпами, и, что важно, она идет очень масштабно с соблюдением всех стандартов. Мы видим прямо за нами, какой объем подушки, отсыпки, инертных материалов укладывается. Это вселяет оптимизм, что в ближайшее время дорога будет закончена. У нас практически только 20 километров осталось в грунтовом исполнении. Остальная дорога асфальтовая уже совсем скоро до Мильково можно будет полностью доехать. Из Петропавловска по асфальту – это не за горами, а ближайшее будущее. Также хочу отметить, что подрядчики, которые работают, соответствуют всем требованиям. И то, что полотно лежит уже много лет на других участках дороги, тоже вселяет оптимизм. И в завершение выпуска открыт конкурс на должность руководителя Камчатского агентства по туризму и внешним связям. Он пройдет в три этапа. Пока идет прием заявок. Конкурс на замещение должности руководителя будет проходить по аналогии с конкурсом на должность директора природного парка «Вулканы Камчатки». До 10 июля принимаются заявки от кандидатов. Затем все участники пройдут онлайн-тестирование на оценку личных и профессиональных качеств. Тем, кто наберет наибольшее количество баллов, предложат защитить свои проекты. Презентацию также оценят по бальной системе. Трое самых сильных кандидатов пройдут собеседование с главой региона Владимиром Солодовым. Победитель будет назван 28 июля. Кандидат должен иметь опыт работы по специальности от 4 лет, владеть хотя бы одним иностранным языком, обладать сильными лидерскими качествами и креативным мышлением. В качестве требований в части образования необходимо иметь будущим участникам высшее образование не ниже уровня специалитета и магистратуре. При этом сфера имеет значение, мы как предпочтение будем отдавать участникам тем, которые получили соответствующее образование в сфере государственного и муниципального управления, юриспруденции, экономики, менеджмента, туризма, сервиса, географии, природных ресурсов, биологии и экологии. Продолжение следует...